Всем привет! Нет, нет, это не Motherhead. Я вот что хочу сказать. Недавно посмотрел интервью одного очень хорошего джазмена московского, и он сказал такую вещь, о которой я никогда не задумывался, на самом деле. Хотя где-то про это слышал и читал, что в стародавние времена при нотной записи не использовались ремарки, то есть все эти пьяно, форте, престо, аллегро и прочие громче-тиши, модерата и так далее. Что это значит? Это значит то, что классические произведения, симфонические, да, раньше исполнялись абсолютно по-разному. Собственно говоря, они сейчас исполняются по-разному, но в очень жестких рамках все равно. Эту разность услышать можно и очень просто, но эта разность тоже ограничена определенными рамками, теми же самыми ремарками, которые написаны в нотах. А до появления этих ремарок с формой можно было делать все, что угодно. Любой исполнитель брал ноты и с формой творил черт знает что. Так как ему вот хочется, так он и играет. Не пьяно, не форте, а вот как ему как ему ноты подсказывают, так он и делает. То есть полная импровизация на самом деле. Что такое импровизация? Импровизация это уже термин, который приводит нас к джазу. Джаз, я считаю, но это мое мнение только. Это высшая форма музыки. Это абсолютная свобода в рамках разумного. только. Но при этом рамок не существует в общем никаких. Абсолютно такой полет и гармонический, и мелодический, и импровизация, и воздух, и все-все-все-все, что в музыке есть хорошего, все это есть в джазе. И джаз позволяет раскрываться музыканту так, как никакой другой стиль наверное музыкальный. Джаз это вообще не стиль, это совершенно особенная музыка. Что не отрицает величие классической музыки, симфонической музыки, рок-музыки, любой другой музыки. Вот Дениса Мацуева, например, возьмем. Прекрасный музыкант, который замечательно работает с классической музыкой, при этом играет джаз. Вот Джордж Герфин «Рапсодия в стиле блюз» на этой пластинке. Послушайте, если получится увидеть этот альбом. Мацуев замечательный джазовый музыкант на самом деле. Когда он играет классику, он играет так же, как джаз. То есть он, сохраняя содержание, импровизирует с формой, невероятно совершенно. Но содержание остается неприкосновенным, а с формой он делает какие-то чудеса, творит. То есть это такой джазовый подход. Джаз это импровизация, да. Но есть и обратная сторона этой медали или не медали. Есть группа в стиле Дэн, которая джаз довела до уровня классической музыки. То есть настолько ужесточила форму, взяв джазовое содержание, настолько ужесточила форму, что просто вот довела ее до уровня классики, где все прописано по нотам, с этими самыми ремарками композиторскими, громче, тише, быстрее, медленнее, очень быстро, еще быстрее, быстро, как только возможно. И в конце все равно еще быстрее. Это удивительно совершенно. Я показываю пластинку. На мой взгляд, это лучшая запись стиле Дэн. Пластинка Эйджа называется. Я про нее поговорю чуть-чуть подробнее попозже. С нее мы не начнем. Начнем сначала. Что такое стиле Дэн? Стиле Дэн – это группа, которая, если я буду говорить о тех людях, кого я знаю лично, о своих друзьях, знакомых, коллегах, случайно встреченных где-то, встретившихся где-то мне людях, с которыми я говорил о музыке. Группа нравится абсолютно всем. И ничего плохого в этом нет. Потому что это настолько интеллектуальная, в хорошем смысле этого слова. Я не говорю, что я такой большой интеллектуал, слушаю интеллектуальную музыку. Нет, это просто умная, сложная, серьезная музыка, которая кажется по мелодическим линиям, по построению песен, кажется такой поп-музыкой. С другой стороны, в ней столько всего, в ней столько джаза. Она вся лежит на джазе, но, как я уже и говорил, джазе, доведенном до абсолюта какого-то. Некоторые люди говорят, что это идеальный джаз-рок. Другие люди говорят, что это лучшая группа Америки. И с тем и с другим я соглашусь. Ну, значит, лучшая группа сложна, потому что лучших групп очень много. Каждая хорошо по-своему. На стиле Дэн – это какая-то отдельная вообще история. Вообще отдельная. Первая пластинка вышла в 1972 году, Can Buy It Real. И она сразу стала, по-моему, то ли платиновой, то ли какой-то такой грандиозный имела успех, хотя денег музыкантам не принесла. Группа состоит, как вы знаете, наверняка из двух человек всего. Уолтер Бекер и Дональд Фегин. Мультиинструменталисты. Ну, Фегин поет в основном, а Бекер в основном играет на гитаре, на бас-гитаре, большей частью. Ну, оба они играют и на синтезаторах, и на клавишных, и на гитарах, и на чем угодно, на самом деле. Но привлекают в группу на каждый альбом очень много крутейших музыкантов, в основном джазовых. И получается нечто невообразимое. Хотя первая пластинка, она вся состоит, в общем, из песен. Так же, как и любой альбом группы Styliden. Ставите на проигрыватель, опускаете иглу, и начинается вроде бы понятная песня Do It Again. Песня стала хитом сразу, там зазвучала по радио. Ну, такое погружение постепенное в сложные джазовые построения, которые не отвлекают от мелодической линии, от формы, в общем-то, рок-песни. Совершенно не отвлекают, а подчеркивают настроение, подчеркивают интонации. Удивительный голос Фейгена, он такой по-хорошему липкий, не противно липкий, а по-хорошему. Он так обволакивает, и очень комфортно его слушать. Гитарные соло мупомрачительные Джеффа Бакстера, который был штатным членом группы Styliden, после, по-моему, второго альбома или после третьего, Фейген и его коллега распустили музыкантов и стали на каждый альбом набирать отдельный состав. Например, когда они писали пластинку Age, вот эту, они перепробовали то ли 8, то ли 9 гитаристов, которые играли одно и то же соло, и они слушали 8 человек или 9, отбраковывали. Потом оставили кого? Правильно, оставили Ларри Карлтона, удивительного джазового гитариста. Так вот, эта пластинка, она хороша всем. Она хороша и тем, что здесь понятные такие как бы рок-песни. Она хороша тем, что здесь очень много джаза, который не перетягивает на себя. И люди, которые слушают рок-музыку, я уже говорил, что пластинка нравится всем и металистам, и любителям там диско, и любителям рок-н-ролла, и тем, кто слушает Т-рекс исключительно, или там Джет Ротал. Все любят стиле Дэн, потому что в меру и рока, в меру и джаза, и в джаз это не сваливается, хотя любители джаза найдут здесь сразу себя, сразу. Вот так сыграно и на духовых, и на гитаре, и на бас-гитаре, и спета по джазовому, по джазовому. Очень здорово. Второй классинке у меня нет. А третья, вот она, Pretzel Logic. Она еще более джазовая, и еще более роковая. Вот они нашли такую удивительную формулу. Еще больше джаза, еще больше рока, и еще более понятно все. Опять-таки первая песня, Ricky Don't Lose That Number, опять-таки сингл, опять-таки хит, опять-таки с латиноамериканским началом перкуссионным. Ricky Don't Lose That Number, та-да-да-да-да. Вроде все просто, но невероятно сложно при этом. Попробуйте сыграть, не получится. То есть формально получится, но все будет не то. И перфекционизм музыкантов, Бейкера и Фагина, он привел к тому, что, как я уже говорил, группа распалась, они остались вдвоем и стали просто использовать наемных музыкантов. Потому что очень были требовательны. По качеству звучания, по тому, как это записано, по продюсированию, это сравнить вообще ни с чем. Аналогов нет. Эта пластинка, кстати, моя любимая. Я очень рекомендую. Здесь и чистый джаз есть, и джаз-рок, и тот самый идеальный джаз-рок, о котором много говорят. А вот это шедевр, который входит в список то ли 500 лучших альбомов рок-музыки, то ли сколько-то там еще 200, там не помню. Но это шедевр настоящий. Я уже говорил, что здесь около 10 гитаристов было попробовано, отметины. Остался Ларри Карлтон. На саксофоне играет не больше, не меньше Вайн Шортер, легенда джаза, гигант и титан джаза. И при этом опять-таки эта песня. Black Cow, Age, Dick'n Blues, моя любимая штука. Peg, Home at Last, I Got the News и Джосси. Финальная песня очень красивая, очень хорошая. Но Age как раз с Вайном Шортером на саксофоне длинная, больше 7 минут она идет с прекрасной мелодией, медленно, и начинается все медленно. Потом переходит в джаз-рок, кусок джаз-рока такого, Fusion, близкий к Weather Report, там, наверное, с Вайном Шортером. А потом в чистый джаз-кусочек раз, такой Шортер выдает джазовые соло на саксофоне. Потом раз, опять уходим в песню Age. И Dick'n Blues, прекрасный номер, тоже 7 с лишним минут. Просто очень хорошая песня. А вторая сторона, она, с одной стороны, трудно сказать, и более роковая, более понятная, более такая динамичная. И в то же время еще более джазовая, потому что вся рассинкопированная, вся с неожиданными вкраплениями духовых, гитар, все так, все со всех сторон, все просто прекрасно. Гарри Катц, продюсер, который нашел двух никому не нужных музыкантов, Уолтера Бейкера и Дональда Фагена, игравших по клубам, писавших песни на продажу всяким малоизвестным группам, услышал их и понял, что из этих ребят можно сделать бомбу. И сделал Гарри Катц. Пристроил их сначала, сначала они были штатными авторами песен на фирме ABC, ABC Dunhill, писали песни для других артистов, как многие, кстати, как многие известные ребята, в том числе Джимми Пейдж, там, когда в свое время. А потом появилась группа Stiliden и Гарри Катц удачно и очень хорошо провел их правильным курсом. После Эйджи нужно было что-то... Ну, эта штука выстрелила как из пушки, просто ядром прокатилась по миру музыки. Нужно было продолжать. Они записали еще два альбома. После чего появилась вот эта штука, которая по продюсерингу, по качеству звука, по тонкости аранжировок, по перфекционизму превзошла даже Эйджи. И многие называют этот альбом перепродюсированным, Гаучи. Мне он очень нравится, потому что он... Ну, как-то он совсем идеален. Вот если хотите услышать идеальную музыку, идеальную рок-музыку, идеальный джаз-рок, это даже не Эйджи, хотя она и идеальна. Это Гаучи. Это уж совсем... Это, как я говорил про композиторские ремарки в нотах, да, где на первой странице быстро, на второй еще быстрее, на третьей быстро, как только возможно, а на четвертой все равно еще быстрее. Вот это, в этом смысле Гаучи, конечно, превосходит все, что было записано до ТОГО. Звукорежиссер Роджер Николс, который работал со стилем Дэн на нескольких альбомах, он специально изобрел драм-машину. Вот здесь играет драм-машина, аналоговая, ленточная, которую изобрел Николс. И я уже говорил, что джаз-рок, джаз доведен до совершенства. То есть джаз-драм-машина, и при этом не слышно, что это драм-машина, живые барабаны, они все время двигаются, бочка отдельно, рабочая отдельно. Но все это закольцовано в луп, вот этот драм-машинный, николсовский. Все это живет, дышит, но все это очень точно и четко. Музыканты в своем перфекционизме сошли с ума просто, в хорошем смысле. Добились такого невероятного качества, которого не добивался никто. Стиле Дэн, Гаучо, Эйджа. Это самый лучший джаз-рок из всех джаз-роков, которые мы можем услышать в этом мире. И я пошел пить. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok